переходим к теме использования значит смотрите использование у нас это вещь такая достаточно тонкая скажем тогда ну то есть смотрите у нас есть 5 вариантов использования present simple три варианта используем по simple и 7 ни много ни мало использования future simple как бы в принципе да ну то есть мы все это разбирали не все это разбирали естественно мы разбирали основные применения скажем так present simple и партии блоки эти символы здесь более подробный такой обзор скажем так на самые все эти времена насчет используется для обычного старящие действия да это то что я на прошлом стриме называл общее время да ну то есть как бы она указывает на то что действия в принципе совершаются они не происходят сейчас они происходят вообще в принципе значит соответственно законы явления природы научные факты результаты и так далее да ну то есть как бы она в принципе по сути от общего времени ничем не отличается поскольку но солнце стоит ну здесь предложение на у нас the sun rises in the east солнце встает на востоке но опять-таки да это то что происходит обычный и повторяется регулярно на ну как бы она чуть чуть более закономерно скажем тогда то есть обычно вот к первой категории времени относятся привычки там и так далее ну как бы ну например а я луис клауза виндует на я всегда закрываю окно ночью да ну как бы обычно ну и это действие человека по его собственной воле значит третий вариант бытовые ситуации значит вопрос идет о том что происходит в данный момент на ну то есть как бы обычно за это отвечает праздник continuous да но как бы в этом случае речь идет об однократных действиях или о статичных глаголов на например дан соответственно ты он то спенды лотов манихи ты хочешь здесь потратить много денег да значит как бы ну понятно что речь идет не о регулярных действиях о том что происходит данный момент на несмотря на это у нас используется соответственно признать им плане праздник continuous дальше 3 4 вариант история анекдота сборы спортивные комментарии да а опять таки да значит речь идет необязательно во первых речь идет не всегда о том что происходит опять таки да это уже не общем речь идет не об общем времени речь идет о конкретных действиях которые происходят в указанном в принципе происходят да значит здесь у нас идет использование в использовании скорее литературный прием такой когда мы описываем события в прошлом настоящем да ну то есть как бы ну истории и так далее да здесь явно и что-то из сказки взятого дженерик сказки на значит занзы принц гэтс он из форсом прайцевый перевод хорошо значит и затем принца забирается на свою лошадь и уезжает значит здесь соответственно два глагола у нас гэтс и райт добавляется с форма глагола потому что принц это третье лицо и принц точнее дает третье лицо единственное число вот значит соответственно действие уже свершилось да мы это читаем это как бы не документалистика конечно не суть важна суть в том что это действие произошло в прошлом так но для того чтобы придать этому ну скажем но в принципе у нас то есть такие же приемы используются в русском языке да то есть как бы и тут ну то есть она абсолютно дублируется на русский язык да и тут принц садится на ложке и уезжает да как бы чисто с технической точки зрения это конечно настоящее время мы используем в русском языке садится что делает настоящее время и тогда уезжает опять-таки тоже настоящее время но по факту действие уже случилось мы просто пересказываем это соответственно опять таки то же самое вот здесь спортивный комментарий да но на самом деле зря потому что нужно было разбить на две части вот спортивные комментарии они отличаются от истории том-то том что они вещают о событиях настоящем времени да ну то есть как бы там естественно они цитируют то что уже произошло да ну то есть как бы если мы берем футбольный футболь комментаторов допустим да и у нас опять таки то же самое русском языке у нас конечно тоже настоящее время используется да но опять таки здесь не будет использоваться continuous да то есть как бы да допустим и тут какой-нибудь там и тут роналда короче забивает ну допустим вот я комментатор говорю роналд забивает мяч ворота короче да да и опять таки да то есть как бы забивает это действие которое происходит данный момент не то что там в момент речи а вот в данную секунду да то есть как вот он бьет по мячу я это вижу это вещаю ну то есть как бы по сути должен использоваться праздник continuous конечно ну так как скажем мы комментируем действие на то есть мы его не описываем да мы просто говорим что вот действие она происходит на наших глазах да соответственно опять таки да у нас будет использоваться презенте до роналда kicks the ball in the net до или in the goal до 5 таки отсылка это видео еще не выложил на канал но она уже сделана значит превью небольшое до гол до в английском языке это не только сам процесс забивания то что у нас указывает на будущее время на тот случай когда презент симпл указывает на будущее время да это расписание расписание вообще в принципе да здесь поезда сеансы в кинотеатре и так далее на как бы опять-таки речь идет обед ну не только о тех поездах которые ходят регулярно да а вообще в принципе любое ну то есть как бы если любое действие уже запланировано то опять таки у нас будет не future simple как можно предположить а соответственно презент симпл поскольку опять-таки речь идет не о том что мы предполагаем что это действие случится да мы уверены что она происходит да тут как бы эта часть расписания расписание она существует всегда скажем тогда поэтому как бы эта часть этого расписания ну ну она всегда как бы ну сложно восприять ну сложно объяснить логику восприятия но не суть важно если речь идет о расписании да не личном расписание расписание какой-то системы да то есть там вокзалы какие-нибудь там кинотеатры опять-таки не о запланированных действий каким-то человеком а запланированных действий каких-то более крупных систем на пример соответственно the plane from from london arrives at 540 значит самолет из лондона приезжаю прилетает в 1730 до речь идет о скорее всего каком-то конкретном рейсе который имеется ввиду что он еще не прилетел но он обязательно прилетит потому что это находится в расписании вот я надеюсь все понятно значит паст время достаточно простое да тут единственное что что мы нужно обратить внимание это на то что она не всегда такое простое как хотелось бы чтобы она была значит мы начинаем с просто с факта факт или одиночный факт или одиночные законченные действия в прошлом да ну например the titanic sank in 19-20 титаник затонул в 1912 году просто факт соответственно просто факт впрошли до айвенту джима нету years ago я ездил в германию два года назад значит опять таки просто факт ничего личного просто могут какое-то действие впрошли до но в на данный момент нам не важно да опять таки это то о чем я говорил когда рассказывала разница между по стимпл и present perfect то есть как бы оба этих случаях ну ладно с титаником не получится наверно вот этот случай например можно использовать в present perfect да если мы указываем рассказываем о чем то что как-то каким-то образом связано с тем что был в германии два года назад на то есть как бы допустим мало у вас там какой-нибудь сувенир из германии да и тебя вас спрашивает выйдите гэдзе да ну откуда у тебя это ну вы начинаете говорить айвбин туджой мы ничего я загал да и я был в германии два года назад и соответственно да там у нас это связь с настоящим то есть как бы предложение уже можно не заказывать не заканчивать потому что как бы мы уже обозначили то что это событие связано с действием с настоящим временем да как бы ну логично будет предположить что если мы сообщаем эту информацию в present perfect это естественно это связано с твоим вопросам на которые тебе отвечаю да то есть соответственно я этот сувенир оттуда привез значит дальше несколько действий преследжив в прошлом в хронологическом порядке да ну такой запутанное немножко объяснение да я единственно по простому то перечисление действий в прошлом перечисление действий да значит это опять таки то чем пастим был отличается от постерфик да то есть постерфик у нас указывает на действие которое произошло в пред прошедшем времени да то есть до какого-то другого действия в прошлом да но для этого нужно как минимум большая разница во времени между этими двумя события то есть одно однозначно должно предшествовать другому да если как бы действия происходили одно за другим то соответственно использовать поспев не имеет никакого смысла на в этом случае используется постерфик да то есть как бы это единственная причина по которой это выделено в отдельное использование чтобы как раз таки не путать его с теми случаями когда можно спутать время спас эффект а его как только шоу-кортрест and went out to have a breakfast и на кафе значит я проснулся принял душ оделся и пошел завтракать в кафе то есть как бы естественно я проснулся до того как я пошел завтракать да но как бы так как эти действия идут один одно за другим да то в принципе как бы использовать поступки здесь нет совершенно никакой нужды поскольку как бы во первых между ними прошло недостаточное количество времени чтобы однозначно говорить о том что одно действие предшествовал другому явно вторых между ними нет никакой связи то есть как бы они опять таки пасту эффект он скорее скорее он похож на презентах и к тем что он больше указывает на важность события до разницы только в том что если мы используем пасту эффект то это важно к тому событию в прошлом о котором мы говорим дальше и последнее на действие опять-таки выделенная здесь не просто так до повторяющиеся 10 прошлом до в отличие от одиночного действия которого у нас было указано выше да здесь речь идет о действием которые в прошлом обычно 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 вместо этого используются конструкции used раньше что-то происходило да но в принципе как бы никто не запрещает он аспорт по симплу это будет звучать меню не очень красиво конечно но вы если вы указываете какой-то временной промежуток то в принципе становится понятно что это не единственное действие несколько раз вторящий или продолжительный айтук английская свина его ствол да я брал курс английского когда мне было 12 соответственно точно также совершенно безболезненно и более литературно можно сказать а юст тут и кингридж куса смена его ства раньше когда мне было 12 я брал курса вот все ли понятно это что прекрасно за отлично хорошо переходим от ключа на